МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Пётр Горохов. Вы смотрите итоговую программу «Седьмой вечер». И прямо сейчас о том, что происходило в течение недели в нашем районе, в Московской области и в стране. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все лучшее детям. Этот лозунг мы настолько привыкли повторять, что часто не задумываемся о том смысле, который он несет. Такова неотъемлемая часть нашей национальной традиции. Поэтому успешность любого муниципалитета оценивается в России в первую очередь именно по этому показателю. Насколько комфортно живется здесь детворе. Минувшая неделя была отмечена хорошим праздником, Международным днем детей. В наше время самый лучший подарок чаду – свободное место в детском саду. За последние два года в Подмосковье построено 111 детских садов, практически каждый десятый в нашем районе. И строительство продолжается. Например, сад в Жаворонках скоро примет 225 детей. Есть и потенциал для дополнительного роста. Типовый проект в соответствии с областными стандартами позволил сэкономить на проектирование и экспертизе. Здесь смогут подхватить и очередников из других поселений – Лесного городка и даже Одинцова. Мы попытаемся заходить очередь в город Одинцова. Здесь достаточно хороший подъезд. 7 минут мы уже засекали в разное время. Можно доехать. Работаем сейчас с родителями городского поселения Одинцова. С Лесного городка? С Лесного городка, конечно. То есть мы постараемся укомплектовать полностью за счет не только поселения данного, но и городского поселения Лесова и близлежащих территорий. Очень хорошее качество. Это бросается сразу в глаза, и стеклопакеты, и вентиляция, и то, как штукатурены стены, и то, как проложена проводка. Качество на пятерку. Я уверен, что мы в этом году этот детский сад откроем. Должны были к первому сентября, но в связи с тем, что усложнилась ситуация с техподключением, нам приходится дополнительно планировать здесь модульную котельную для обеспечения теплом детского сада. Мы сдвинемся на октябрь-ноябрь. Среди плюсов этого сада – красивое и экологически чистое место его расположения и удобный подъезд с Можайского и Успенского шоссе. Единственная проблема – коммуникации. Из-за них срок сдачи объекта пришлось сдвинуть с сентября на октябрь-ноябрь. Но это для очередников не так уж принципиально. Параллельно в районе строится еще один крупный детский сад в районе жилого комплекса «Довинчи». Впрочем, неплохо будет уже то, если его хватит для самого «Довинчи». Однако без этого сада тоже никак. Сдать этот социально очень значимый объект должны уже через три месяца. Подрядчик перешел к финальной стадии работ. Успеют ли строители в срок, расскажет Анна Макарова. Строители уже перешли к внутренней отделке помещений, причем 100% материалов отечественного производства. По качеству они ничуть не уступают западным аналогам, к тому же их использование позволило обезопасить строителей от возможных накладок с поставками. Вы же знаете, у нас 8 тысяч детей не хватает в Венесовском районе. Основная и самая тяжелая проблема здесь в Венесовском. В то же время в Венесовском районе проводили приемы, опять приходили наши уважаемые мамочки, которые не могут от детей отправить в Венесовский сад. По 100 человек в день приходят на личный прием. Управление образованием. Первоначально проект выглядел несколько иначе, но в ходе строительства были внесены изменения. В первую очередь они коснулись оформления фасада. Было принято решение отказаться от крупных элементов в пользу мелких. Они лучше воспринимаются детьми. Садик запланирован на 16 групп детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Современный пищеблок, зимний сад, столовая и бассейн, комната медсестры, просторные игровые спальни, музыкальные и физкультурные залы – все соответствуют современным стандартам. Стоимость проекта – 408 миллионов рублей. Строительство, по словам Ольги Ляпистовой, происходит в быстром темпе. И это не может не радовать. Это отрадно, потому что родители действительно, мы отметили, очень в большом количестве приходят ежедневно. И когда мы показываем фотографии, а мы фотографии делаем ежедневно, еженедельно, и показываем, что действительно от недели к неделе изменения идут, и изменения колоссальные, что стройка продвигается достаточно быстрым темпом. То есть местное население начинает нам доверять и верить в то, что в ближайшее время мы все-таки очередность закроем. После осмотра садика глава подвел итог своей инспекционной поездки. По его словам, в связи со строительством жилого комплекса «Довинчи» возникла непростая ситуация с увеличением очередей в детские сады. Жители в том комплексе, который построила компания «Текта», уже произвели ремонт и начинают сюда потихонечку заселяться. Соответственно, заселяются с семьями, с детишками. У нас и так очередь в Одинцово большая, и плюс еще вот такие введены в эксплуатацию большие здания, многоэтажные здания. Поэтому садик очень актуален в этом месте. Мы специально на этом месте спроектировали детский сад максимальной вместимости. 320 детишек могут прийти, плюс 80 детей и групп краткосрочного пребывания. Иванов дал поручение провести качественное благоустройство уличной территории. А еще за детским садом появится сквер со спортивными и детскими площадками. А также запланированный перенос незаконно установленных гаражей и уборка территории рядом находящегося Баковского завода. Продолжу выпуск еще несколькими новостями, связанными с нашими детьми. В Одинцово проходил самый настоящий пробег колясок. Героями парада стали не только эти милые средства передвижения, но и мамы со своими чадами. Для нашего района это первый подобный опыт. Первый, но весьма успешный. Веселый, яркий и душевный. Еще одна возможность для юных мам других посмотреть и себя со своими детьми показать. Самым юным участникам дефиле едва исполнилось три месяца. 50 одинцовских школьников отправились на отдых в Крым. Как и в добрые времена существования СССР, сегодня можно уже не думать о пересечении государственной границы и других трудностях, связанных с посещением иностранного государства. Для этого поколения российских ребят полуостров будет ассоциироваться исключительно с Россией. Расходы на поездку взяли на себя Одинцовский район и областное министерство социальной защиты. Всего же на море по социальным программам отдохнет 220 одинцовских детей и 115 из них именно в Крыму. 13-й Захаровский вернисаж детских работ прошел в местном Доме культуры. На этот раз на дипломы победителей претендовали 900 юных художников и дизайнеров из Одинцовского района. Общей для всех работ стала православная тематика, естественная для праздника Святой Троицы. Совместный проект светской власти и духовенства проводит в жизнь общие для всех ценности добра, веры и радости жизни. По инициативе главы Одинцовского района Андрея Иванова и при поддержке благотворительного фонда «Содействие» в волейбольном центре города прошел мюзикл «Лукоморье». Его специально привезли к нам накануне Международного дня защиты детей. И именно юные одинцовцы стали главными зрителями этого красочного представления. Благотворительный фонд «Содействие» создан нашим земляком, известным в России меценатом и предпринимателем Вячеславом Киреевым. «Лукоморье» далеко не первый проект, связанный с нашим районом. В декабре 2014 года Одинцовским ребятам был показан мюзикл «Белка и стрелка». Правда, происходило это в Москве. Именно тогда глава района Андрей Иванов и предложил благотворителям привести похожее представление в Одинцово. В преддверии дня защиты ребенка, перед первым числом и в окончании учебного года дети уходят на отдых, летние каникулы начинаются, создать настроение хорошее. Вот выбрали эту дату, сделали, ну вы посмотрели, по-моему, очень хороший мюзикл. Ну а потом наш фонд «Слово держит». Мы помогли организовать это мероприятие, нашли хороший спектакль, привезли его сюда, глава вот решил сделать такой подарок, организовал, предстоял зал, значит, все вот здесь совместными усилиями у нас получилось. На мой взгляд, ну, для всех это радость. Посмотреть мюзикл съехалось около двух тысяч мальчишек и девчонок со всего района. Со сцены прозвучало приветствие от лица главы. Сегодня Андрей Робертович при поддержке фонда «Содействие» дарит вам этот мюзикл. Прекрасный мюзикл «Лукоморье», составленный по произведениям Александра Сергеевича Пушкина и народным русским сказкам. Хорошего вам просмотра. Мюзикл «Лукоморье» пришелся как нельзя, более кстати, еще по нескольким причинам. Главные из них – предстоящие 6 июня празднования Пушкинского дня России и Дня русского языка. Именно поэтому постановка, опирающаяся на произведения поэта, которого считают основателем современного русского, сегодня особенно актуальна. Сказочное «Лукоморье» раз в тысячу лет меняет своего правителя. И от его жителей зависит то, каким станет следующий глава. Темные силы стремятся воспитать в преемнике зло, а светлые – сохранить в нем доброе начало. Успех мюзикла на Одинцовской земле позволяет надеяться на то, что такие представления приедут в наш район еще не раз. В благотворительных фондах планов всегда громадет. То есть задач стоит в десятки раз больше, чем реально выполнить. И добрых людей хватает, и инициатив у нас хватает. Конечно, будем заниматься. Что касается мюзикла, таких программ, в любом случае, такие мероприятия, конечно, будут проводиться. И новогодние, и, может быть, вот так, в разделение года, может быть, еще больше. То есть, на мой взгляд, если есть потребность в этом, организовать, в принципе, можно. Организовать, в принципе, можно. Не то, что возможности фонда, а всегда есть коллектив людей, или единомышленников, которые усилия сложат свои и организуют это дело. Значит, будет потребность. Придумаем, как сделать. Как обычно, на мероприятиях фонда содействия одними из самых почетных и желанных гостей стали дети с ограниченными физическими возможностями. 1 июня, как раз в день защиты детей, легендарной лыжнице и общественному деятелю, олимпийской чемпионке, герою России Ларисе Лазутиной, исполнилось 50 лет. Конечно, о возрасте женщины после 20 говорить как-то не принято. Но мы на себя такую ответственность решили взять. Во-первых, потому, что Лариса Евгеньевна настолько известна, что в интернете эти данные найти проще простого. А во-вторых, все равно Ларисе Лазутиной больше 20 не дашь. На традиционном совещании с главами поселений Андрей Иванов Ларису Евгеньевну заочно тепло поздравил и предложил в честь юбиляра организовать специальную спартакиаду, а провести ее, конечно, на лыжероллерной трассе имени Ларисы Лазутиной. Совещание началось именно с вопроса развития трассы, которая теперь называется спортивным парком отдыха. Полностью обновленный вид спортивный парк отдыха имени Ларисы Лазутиной или лыжероллерная трасса должен обрести к 1 октября. Идущая реконструкция не мешает проводить текущие спортивные и культурные мероприятия. Сейчас при содействии всех участников работ идет уточнение генерального плана и наведение порядка в прилегающем лесном массиве. Продолжается активная фаза очистки леса, уже очищено 15 гектар. Мы идем строго по графику, но все равно стараемся нарастить обороты. Сегодня, на этой неделе, я бы уже сказал, выходит еще одна третья компания. С ними уже договорились, объем выделен. Продолжаются работы по устройству освещения трассы. Глава района отметил, что генерация новых идей не должна повлиять на общие сроки окончания работ. Впрочем, Андрей Иванов и сам внес несколько предложений, основанных на личном опыте. Сам сел на велосипед, проехал весь парк. Оттуда выходить не хочется. И сам воздух, и люди гуляют, и ходят, и катаются на велосипедах. Кстати, одна из проблем, мне кажется, что те, кто катается на роликах и на велосипедах, бегунов сбиваются. Я вот даже сам несся на определенных спусках, и я прям переживал, что я сейчас кого-нибудь снесу. И один из вариантов того, что все-таки нам беговые дорожки придется делать отдельно, как-то вдоль трассы. Следующая группа вопросов на совещании касалась проблем благоустройства, доработки схем уборки и санитарной очистки территории, тепла и водоснабжения. Не все поселения своевременно выполняют возложенные на них обязанности, из раза в раз оставаясь в красной зоне контрольных графиков. Вопрос красной зоны, он не размывается на ваших подчиненных, цену вашей ответственности. Поэтому, судя по тому, что вы сейчас плаваете в цифрах, вы не глубоко вникли в детские площадки. Это такая же важная тема, как, собственно, и все последующие вопросы, которые озвучил Дмитрий Геннадьевич, связанные со схемами уборки, очистки и тепла и водоснабжения. Однако общая положительная тенденция все же прослеживается. Например, в части доработки схем уборки и санитарной очистки территорий, входящих в состав Одинцовского района. Все поселения, которые на прошлой неделе были в красной зоне, у нас недостатки устранили. Мы завтра сдаем эти документы из МинжКХ, предварительно их оценили в электронном виде. При этом, еще скажу, спасибо за то, что все-таки сделали мы. Это большая работа, но нам очень нужна с вами в повседневной работе. Начальник управления архитектуры и градостроительства Кирилл Завражин рассказал участникам совещания об исполнении поручения губернатора, связанного с разработкой въездных групп на границах Московской области. Эти знаки должны стать своеобразной визитной карточкой нашего региона. У каждого человека, въезжающего, должно появиться желание сфотографировать въездную группу или сделать селфи. То есть эти знаки, они должны быть, опять же, модными, запоминающимися, необычными и очень и очень информационными. В заключении совещания исполняющая обязанности руководитель районной администрации Татьяна Одинцова проинформировала участников о начале летней детской оздоровительной кампании, которая в общей сложности охватит до 80% наших ребят. 6 июня отмечается в нашей стране как День русского языка. Именно 6 июня, 216 лет назад, то есть в 1799 году, родился человек, которого многие не без основания считают родоначальником современного русского. Речь об Александре Сергеевиче Пушкине, конечно. Его личность настолько же уникальна, насколько и велика. Потомок по отцу нетитулованного дворянского рода Пушкиных, а по матери слуги и воспитанника императора Петра I Абрама Петровича Ганнибала Александр Сергеевич своим творчеством еще раз доказал – возможности русского языка поистине безграничны. И ни один другой язык не может даже приблизиться к русскому в образности и многообразии форм и оттенков передачи мысли. В канун Пушкинского дня России в Большевиземском государственном музее-заповеднике поэта побывали губернатор Московской области и глава Одинцовского района. Андрей Воробьев увиденным остался доволен. Усадьба преображается. И подтверждением тому количество посетителей музея – 250 тысяч было в 2014 году, а за первый квартал 2015 уже плюс 25%. Это при том, что мы здесь еще далеко не все сделали. Работы практически завершаются к дню рождения Пушкина и будут продолжены после. Соответственно, через год здесь будет еще более высокий уровень подготовки. Все здания будут подсвечены, газоны. Можно здесь будет отдохнуть, пообедать. И в планах у нас все-таки строительство небольшой, но очень уютной гостиницы, где туристы могут останавливаться, проводить время, знакомиться с творчеством и Пушкина, и, конечно, героев Отечественной войны. Это очень полезно, увлекательно и безумно интересно. Еще одна тема регионального значения. Все мы знаем, как часто приходится ремонтировать наши дороги. И у нас уже даже сложилось устойчивое мнение, что строить дороги мы не умеем. Но так ли это? Оказывается, совсем не так. Умеем мы строить хорошие трассы, а вот защищать их еще не научились. Вопрос – от кого защищать? От грузового транспорта. Не секрет, что именно грузовики в первую очередь разбивают дорожное полотно. Если же при этом еще и превышается максимально разрешенный вес такого транспорта, разрушение трасс ускоряется в несколько раз. Сохранить региональные дороги должна новая автоматическая система. Мы выяснили, как будет выглядеть схема контроля за грузовым транспортом в Подмосковье. Дорожники отлично знают, что при увеличении массы транспортного средства втрое, нагрузка на полотно возрастает в 16 раз. Комплекс контроля за весом и габаритами автомобилей работал на 55-м километре Можайского шоссе в тестовом режиме около 10 месяцев. За это время выяснилось, что примерно 30% грузовиков проходит здесь со значительным превышением максимально разрешенного веса. 12-тонный транспорт грузят до 40 тонн, а 40-тонный до 80, 100 и даже 120. Здесь уже опасность не только для дорожного полотна, но и для мостов. Это вот то, о чем говорит президент, взаимозаменяемость, импортозаменяемость. И я увидел, что сегодня промышленность наша готова. Если мы принимаем законодательство федеральное о том, что регионам надо передать контроль, взвешивание, это все передать, и они штрафы берут сразу напрямую, то, поверьте, на региональных дорогах будет наведен порядок. Познакомиться с результатами работы системы контроля вместе с представителями федеральных органов власти приехали власти районные и региональные. Глава Одинцовского муниципального района Андрей Иванов высоко оценил комплекс и пользу от его внедрения на дорогах района. Нам очень важно то, в каком состоянии находятся наши дороги. Тратятся очень большие денежные средства в правительственном области на то, чтобы эти дороги ежегодно содержать, ремонтировать. Только в Одинцовском районе по прошлому году мы потратили порядка 700 миллионов рублей на содержание дорог, на ямочный ремонт и на строительство. Но вот какая происходит парадоксальная вещь. Мы строим, ремонтируем и тратим деньги на содержание, но тем не менее дороги очень быстро приходят в негодность. Появляется вот эта калийность, появляются трещины, появляются ямы, выбоины и так далее, и так далее. Все это в основном происходит из-за того, что большегруз, большегрузный транспорт идет с превышением, с серьезным превышением веса. Многие перевозчики задоупотребляют вот этими нормативами и перегружают свое транспортное средство. И вот эта нагрузка на ось, которая еще и смещена, к тому же, там больше к хвосту автопоезда, она как раз и наносит этот непоправимый вред нашим дорогам. Они не эксплуатируются в рамках гарантийного срока. Работа над законодательной базой сегодня продолжается. Пока штрафовать нерадивых перевозчиков предстоит сотрудникам ГИБДД. Сначала превышение веса устанавливает автоматическая часть системы. Затем перегруженное транспортное средство тормозится на расположенном чуть дальше по трассе мобильном пункте контроля. Если превышение допустимого веса подтверждается, налагается штраф. Вводить такие пункты контроля планируют поэтапно, в том числе и на основе частного государственного партнерства. Это пилотный проект. Мы оценили сегодня потребность. Потребность составляет 50 стационарных постов и 24 мобильных комплекса для того, чтобы перекрыть основные трассы. Всего на территорию Московской области входит 12 федеральных дорог и 17 региональных. То есть 29 основных дорог, по которым требуется обеспечение наличия пунктов веса габаритного контроля. В регионе к вопросу сохранения и увеличения срока службы автомобильных дорог относятся со всей серьезностью. Еще одно тому подтверждение – круглый стол, посвященный именно этой проблеме, который должен пройти в Московской области в середине июня. Его работу возглавит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Московская область – один из первых пилотных регионов России, где в полном объеме начнет работать система экстренных вызовов 1.1.2. Она объединит 70 единых муниципальных дежурно-диспетчерских служб и 3,5 тысячи операторов. С 1 июня на территории области началась опытная эксплуатация службы 1.1.2. В Подмосковье Одинцовский район лидирует по уровню внедрения системы экстренных вызовов. Однако проблемы есть и у нас. Для того, чтобы обсудить возникающие сложности, в офисе районной единой дежурно-диспетчерской службы прошло рабочее совещание, которое провел глава района Андрей Иванов. Единая дежурно-диспетчерская служба в Одинцовском районе образована в августе 2014 года. За это время практически с нуля была создана, пожалуй, лучшая в Подмосковье система обработки и экстренных телефонных вызовов. В целом задачи по развертыванию системы в нашем районе выполнены. И это мы слышали и видели на открытом заседании правительства, которое было посвящено именно этому вопросу. Мы в зеленой зоне. В настоящее время автоматизированные рабочие места операторов сопряжены с главным центром ЕДДС, оперативными службами, а также с центром ЕДДС-112 Московской области. Хотя Одинцовский район и в лидерах по внедрению и отлаживанию работы системы вызова экстренных служб 1.1.2, вопросы сохраняются. Это и не всегда достаточное количество автоматизированных рабочих мест, и нехватка квалифицированных операторов, и слабый уровень взаимодействия экстренных и тревожных служб. Мы сейчас выходим с вами на ситуацию бутылочного горлышка, когда в ЕДДС-112 поступают массово звонки, и дальше у нас происходит затор. Здесь мы бьем тревогу в том смысле, что мы готовы, наши оперативные и силовые службы пока дают сбой. Тем не менее, все ведомства, охваченные системой 1.1.2, находятся в рабочем тестовом режиме. Времени на устранение недостатков и шероховатостей впереди еще достаточно. По поручению главы района в течение ближайшего месяца предстоит завершить прокладку специализированных линий связи, обучить дополнительное число операторов, оборудовать еще несколько автоматизированных рабочих мест. Я уверен, что мы за летний период как раз вот в таком тестовом режиме, который сейчас происходит, мы отработаем и набьем все шишки, потому что лето – это как раз период основных происшествий. У нас большое количество дачников, соответственно, жарко, возможно, пожары. Эти дачники и жители нашего района выезжают на своих транспортных средств, значит, ДТП. У нас большой разбор будет воды, большой разбор будет электричества. По этим службам, соответственно, отработаем газ, который необходим для готовки пищи, допустим, в наших СНТ, ДНТ. Поэтому все службы, я уверен, будут у нас взаимодействовать. Опять же, реки, озера, необходимое реагирование при каких-то ситуациях. Решить все задачи, связанные с функционированием системы 1.1.2 на территории Одинцовского района, необходимо до 1 декабря 2015 года. В Одинцовском районе живет множество талантливых людей. Один из них – Глеб Верещак из Ново-Ивановского поселения. Ему всего 13, но он не мыслит свою жизнь без музыки и обладает уже 10 лауреатскими дипломами. О юном гении в нашей рубрике «Культура». Глеб вырос в большой дружной семье поклонников музыки. Хоть профессиональных музыкантов здесь нет. Мое желание дать детям музыкальное образование было очень сильное. Поэтому мы, собственно говоря, в 4,5 года Глеба и отдали музыкальную школу. Очень благодарны учителям, попали к хорошим педагогам. Наталья Кирилловна, она... Вы знаете, когда приходят родители, приводят маленького ребеночка и совершенно не понимают, куда его отдать, то есть вот грамотный педагог, он сразу посмотрел по его конституции, говорит, вот, наверное, на аккордеон все-таки надо. Но так как нам было жалко его, все-таки ребеночек один у нас, такой желанный, мы подумали, что надо нам флейту. Маленький инструмент, дыхание лучше будет, меньше болеть. Мы почему выбрали флейту? Он потому, что пошел в школу с 6 лет, он был маленький, а аккордеон таскать он бы надорвал себе спину. Вот и все. Поэтому именно это была самой главной причиной, почему он пошел, взял в руки флейту. Она была ему и по возрасту, и по росту, ну и все остальное. Ну, соответственно, флейт – это начальный инструмент. После того, как он закончил на флейте, ему преподаватель предложил взять трубу. У нас был там выбор, труба или саксофон. Соответственно, когда он закончил играть на флейте, саксофон, самый, как говорится, маленький ученический альт ему был велик. Он не дотягивался до кнопок. Поэтому, а на трубе у него все получалось. Мальчику не было 5 лет, когда родители привели его в музыкальный класс Зареченской школы искусств к Андрею Радостеву. Собственно, даже с первых уроков это было и интересно, и ему, и мне. И мы уже, по-моему, в самом первом концерте, отчетном концерте, уже играли на отчетном концерте школы, уже играли в зале ТК. Вот. Я помню, мы с ним шли оттуда за ручку. Папа говорит, я сейчас подойду, возьмите его за ручку. Маленький, маленький идет. Вот. Такой вот очень доверчивый ребенок. Ну, в общем-то, он до сих пор доверчивый, так и остался ребенком. Вот. Мы три года, два с половиной года играли на блокфлейте. Достигли достаточно высоких результатов. То есть он играл виртуозные вещи уже на блокфлейте. И потом мы решили все-таки, что флейту мы переросли. Блокфлейты надо браться за более серьезный инструмент, в частности, вот труба. Прошло восемь лет, и Глеб стал обладателем лауреатских дипломов международного, всероссийского, областного и районного фестивалей. Для съемочной группы ОТВ он исполнил Ронда Капричиоза, французского композитора Сен Санса. Произведение мелодичное, красивое и очень сложное. Трубачу вести мелодию помогала концертмейстер Оксана Гладкова. О Сен Сансе музыканты говорят. Произведение написал много, но запомнился только Ронда. Глеб в этой музыке слышит разговор двух людей. Причем разговор недоброжелательный. Бесспорно, я уверен, что это будет музыкант. Музыкант, я думаю, с большой буквы. Главное, чтобы сейчас человек не зазнался. Главное, чтобы он занимался так же, как сейчас. Вот, и все. Верить в то, что он идет потихонечку и растет, и растет, и растет. Никогда не останавливаться на достигнутом. То есть все время стремится взять какую-то новую вершинку, новое произведение, и даже вернуться, может быть, к старому произведению какому-то, сыграть его по-новому, с новым мышлением, с новой головой. Вот, я думаю, что, может быть, когда-нибудь весь мир его знает, если он будет продолжать так же заниматься. Победа юного трубача – общая заслуга и школы искусств, и семьи Герещак. Солнце, воздух и спорт. Таков девиз ежегодной спартакиады для дошкольников. В начале лета группы малышей из детских садов Одинцовского района собираются на центральном стадионе и шлифуют свою физическую подготовку. На самом детском спортивном мероприятии района побывала Екатерина Старосветская. Спартакиада «Юный олимпийц» среди воспитанников детских садов проходит в нашем районе уже более 10 лет. Ребята из старших и подготовительных групп показывают ловкость, умение и активность в разных спортивных состязаниях. На старт! Внимание! Марш! Быстро! Казалось бы, лето – это пора отпусков и разъездов. Многие родители стараются увезти своих чат за город или поближе к морю. Поэтому для нашей съемочной группы стало неожиданностью увидеть такое большое количество участников на детских соревнованиях. Активный образ жизни идет на пользу в любом возрасте. Если лет 8 тому назад детские сады наполовину были у нас заполнены в летний промежуток времени, то сейчас родители не торопятся. Как правило, они уезжают либо в зимние каникулы, либо наоборот осенью. А летний промежуток времени детки у нас оздоравливаются именно на территории своих детских садов, что отрадно. Сначала ребята размялись на взрослом стадионе. Они метали мячи, бегали и прыгали в длину, зарабатывая баллы для своей команды, участвуя в индивидуальных соревнованиях. Затем дети дружно перешли на закрытую детскую площадку, где начались состязания в групповых эстафетах. Им предшествовала танцевальная веселая разминка под названием «Холодильник-вентилятор». Цель спорта-гяды – воспитать у детей любовь к физкультуре и спорту, а также здоровому образу жизни. Ведь хорошие привычки закладываются из самого раннего возраста. Сегодняшний седьмой вечер подошел к концу. О главных событиях новой рабочей недели вы сможете узнать из наших ежедневных выпусков новостей. А итоги предстоящих семи дней мы традиционно подведем в нашей программе в следующее воскресенье. До встречи на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова